Прекратить домопад и спасти жилой фонд Одессы. Для выработки конкретных механизмов решения этих нелегких задач эксперты в сфере ЖКС, представители власти и международных некоммерческих организаций собрались на круглый стол. По его итогам была поддержана инициатива создания городской целевой программы софинансирования капитальных ремонтов многоквартирных домов в Одессе на 21-26 годы. Согласно документу на совладельцев ложится от 10 до 30 процентов стоимости строительных работ. Остальную часть финансирует город. Сейчас в Одессе работает схожая программа, но ее функционал достаточно ограничен. В Киеве, в Львове программа очень хорошо работает и много домов, много жителей, которые ей используются. У нас только-только мы приняли на сессии в грудь эту программу, но там очень мало работ, которые подпадают под программу софинансирования. В частности, интересен опыт западной столицы. Во Львове эта программа действует уже не первый год и пользуется большой популярностью среди горожан. Мэрия не успевает удовлетворять большое количество заявок. Тем не менее, жилой фонд удается поддерживать в надлежащем состоянии. По словам представителя местной мэрии, на весь город насчитывается лишь порядка 60 проблемных домов – ветхих и аварийных. Группа глав ОСМД и жилищно-строительных кооперативов зарегистрировала на сайте города местную инициативу о запуске такой программы и в Одессе. Если она наберет 5000 подписей, то сессия городского совета будет вынуждена в любом случае рассмотреть этот проект. Кроме того, некоторые эксперты выразили пожелание, чтобы в перспективе и государство поучаствовало в упомянутой инициативе. Ведь в Одессе огромное количество домов нуждается в ремонте, а объем средств городского бюджета достаточно ограничен. Мы сначала пишем какой-то акт, а потом он один противоречит противологии другого нормативно-правового акта, а в результате мы имеем падающие дома. То есть мы должны сказать, первое, власть обязана, обязана, при том не только местная, но и центральная, финансировать проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов. Второе, собственники обязаны содержать свою собственность и проводить их ремонт.